Ну привет! И недавно, к сожалению, огромному сожалению, разработка модификации под названием Камень Прикновения завершилась. Из-за каких-то там личных причин у разработчиков. Но автор решил выложить билд, в котором можно пройти хотя бы какую-то крупицу сюжета, посмотреть на новые локации и в принципе геймплей. Если вам понравится данная модификация, то можно пройти Камень Прикновения Пролог. Это мод в такой же стилистике. Опять же, если вы наберете много-много лайков, то я начну все-таки проходить пролог. Ну а сегодня мы посмотрим на билд. Надеюсь, что ты уже подписался на канал и кликнул на колокольчик. И вступил в группу ВК, да? Приятного тебе просмотра и аппетита. И я начинаю. Камень Прикновения. Да, друзья, это билд. RBSS Team представляет. К сожалению, данный проект закрыт и вряд ли будет продолжение. Но в билд, этот, поиграть стоит. Ух ты. А уже красиво? Так, какой-то голос я слышал. Подожди. Или мне показалось? Хм. Ладно. Твою мать. Как же болит голова. В натуре. Где это я? И у меня такой же вопрос, не представляешь. На самом деле, я в пролог играл, но не прошел. Может быть, я многие вещи понимать не буду? Ну ладно. Ёкарный бабай. В натуре где я? Так, игра успешно сохранена. Ё-моё. Ну тут, слушай, ну тут... Так, в данный момент невозможно сохранить игру. Почему? Так, у нас есть фонарик, в принципе. Но больше у нас ничего нет. Так, энергетик давай заберем. Но я слышал еще один голос, кстати, где-то издалека. Возможно... Так, я даже бегать не могу, прыгать я не могу. В связи с чем-то связано, можно спросить. Так, подожди, еду давай заберем. Так, еду я забрал, и давайте посмотрим, что у нас здесь. Тут у нас наемник, Саша Мясник. Ну какой-то он пустой. И паперэмбиент. Это новая локация, как я понимаю. Влад Юнга какой-то. Так, у нас даже болтов нету, кстати. Да мы идем-то вообще. Ну мы идем к наемнику, правильно? Правильно. Может быть, из этих трупов что-то может нам выпасть. Я сейчас на самом деле вот иду, и... Что это такое-то? Это нельзя подобрать. Так, а с тобой-то что случилось? Так, собаку тоже облутать не можем никак. Блин, а что-то вообще произошло? На самом деле надо будет пройти по камням преткновения пролог, потому что я не понимаю вообще смысл пока что происходящего. Ну ладно, мы оказываемся в какой-то деревне. Даже непонятно... Черт, ПДА не включается. Хреново, однако. А, еще и ПДА, значит, не включается. Опа, подожди, ПМ? Стоп, чтобы открыть инвентарь, нужно освободить руки от предметов в них. Так, ну давай-ка, наверное, пистолет уберем. У нас есть кста, у нас есть ПММ и все. Так, а патроны на ПММ есть? Подожди. Так, поместить под сумок, поместить вот для оружия. Два разрядить. Но почему-то в инвентаре не было кноп... Ну, не было иконок патронов, на самом... Иконки патронов, но... Ну да ладно. Так. У тебя что? Так, понятно. У тебя что-то пусто немного. Дядька. Так, а у тебя-то что? А вы что все пустые-то какие-то? Покойник какой-то, холодильник тоже пустой. То вы делаете вам холодильники, да? Часть на часах? Непонятно, что на часах. Куда нам надо идти? Ни ПДА, ничего нету. То есть у нас все сломано. Наверное, надо эту локацию как-то следовать или что-то в этом роде сделать с ней. Ну ладно. Так, опа, хлеб. Отлично. Хлеб мы забираем. Хо, охренеть. Блин, ну проработали тут все вроде как неплохо. Правда, ночью не могу обозреть все так идеально. Так, давай-ка посмотрим, что у нас на па... Ах ты ж, блин. Знаете, болтов нету просто и все. Из этого я и вляпался. Понятно. Ну что, все заново. Да, все заново. Но я сейчас, в принципе, наверное, быстрее все это постараюсь обыскать. Хотя ничего мы особо, честно говоря, не нашли. Но я понял, что у этих наемников пусто. Вроде как пусто должно быть пусто. А все? Так, ну вот идем. А, нет, что-то... Что? Что? Ладно. И что? Ну, Найс Трайк, конечно, да, я попал в какое-то лагающее место, где очень мало FPS на самом деле. Ну ладно. Так, ребята, можно как-то FPS поднять? Да и, в принципе, что делать надо? Я вижу, очухался. Как себя чувствуешь? Нормально, голова только немного болит. А где я? В бункере ты, в военном. Тебя патруль подобрал. Капитан говорит, что ты злостный нарушитель. И еще бы ходить в наглое около блокпоста. Не каждый отморозок осмелится. Теперь догадываюсь, почему голова болит. Извини, но мне вообще не положено с тобой говорить на левые темы. Офицерский состав приказал установить твою личность, поэтому приступим. Имя, фамилия, отчество, дата и место рождения, и место проживания. Сахацкий Владислав Андреевич. Родился в Киеве в 1986 году. Проживаю там же. Хорошо. Лежи пока тут. Если сказал правду, тебе же лучше будет. Еда на коробке рядом. Хорошо. Так, а вот сейчас сохранить игру я могу уже. Давай, тебя полковник желал видеть. Не дури и держись рядом. Меня? Пойдем. Так, ну тоже все это можно сделать, пооткрывать. Ну вот такой-то бункер, заметить. Черт, ПДА не включается. Хреново, однако. До сих пор не пошинили? Ладно. Здоров. Здорово. А вот и наш нарушитель. Будем знакомы, Влад. Я капитан Радченко. Думаю, объяснять за что-то у нас тут не стоит. Нет, не стоит. Но хочу знать, зачем меня привели к тебе. А ты сам подумай, стоит ли упускать на вид опытного сталкера, когда у самих туго с людьми поступило предложение. Ты помогаешь нам, а сам избегаешь судебных разбирательств и другого геморроя. Так что думаешь? А разум есть выбор. Согласен. Вот и славно. А сейчас иди в местный медпункт и приведи себя в порядок. Потом зайди на склад, там получишь необходимое снаряжение. Как закончишь, подходи сюда же. Окей. Ты медик. Вот это гости. Здравствуй, здесь уже все знают о моем присутствии? Скорее всего, тебя же тащили всех на виду, если кто и не видел, явно рассказывали. Ну так что хотел. Капитан, например, к тебе очень плохо себя чувствую. Эдак тебя потрепало. Тебе покой нужен, а не препарат. Все, что могу предложить, это в кого-то обезболивающее, ты хоть поспишь нормально. Ну давай, ты в этом всяко лучше разбираешься. Так, вот, все. Все, скоро должно подействовать. Слушай, а что ты там вообще реально с бункером наделал? Вроде сталкеры, когда узнали о нашем приезде, стали обходить на место. Да не знаю, я очнулся в погребе, вышел чуть-чуть, позже получил по голове. Вот и теперь я тут. Странно все это. Ну ничего, зоной не может быть другой. Ты это, если что хочешь, спрашивай. Что это за бункер такой? Да я бы сам не прочь узнать о нем побольше. Все, что вам сказали, это то, что он построен был примерно в 60-х, 70-х годах, на случай непривиденных катастроф. Однако потом то ли финансирование стало никудышным, то ли еще что-то произошло. Но бункер забросили уже почти полностью недостроенным. Здравствуй, мне сказали, что ты занимаешься здесь радиотехникой. Да, вот что, есть ПД, вроде как Гранд Солман, но лучше глянь сам. Да, не приходилось мне еще сталкерский ПД ковырять. С удовольствием займусь. Ты иди пока, я тебе сообщу, как закончу. Хорошо, спасибо. Так, ну хотя ПД нам починить, не знаю. Так, нам необходимо топать на склад. Склад находится, как я понял, где-то вообще в самой попе. Так, вот тот самый челик, который нам должен сейчас дать, по идее, вещи. Я за снаряжением от капитана. Да, он сообщал. Держи, на первое время хватит, только не вздумывай. Хорошо. Ого, неплохо, однако. Слушай, давай-ка мы уберем эту волыну. Уберем эту волыну и посмотрим, что у нас имеется. Да. Хм, неплохо, однако, неплохо. Ну, спасибо. Так, ну где-то необходимо здесь поспать. Как тут поспать? Ладно, видать, мы спать не будем. Хорошо, пойдем тогда сразу к капитану зайдем, потому что вроде как мы все получили. Отлично. Значит, сейчас иди в казарму и отдохну. А, ну... Завтра будет собрание. Там и решим твою судьбу. Если все пойдет хорошо, скоро поедешь домой. Бывай. Хорошо. А, вот здесь надо спать. Так, спать, спать совсем не хочется. А-а-а, ну типа я отдохнул. Давайте будем считать, что я типа отдохнул на самом деле. Но на самом деле это немножко нелогично. Так, ты кто? Да. Лайфлан быстро встала. Тебя капитан желал увидеть. Какой тихий диалог, капитан. Я слышал то, что сказал, капитан ждет. Ну все, дай пройти. Я понял, спасибо, что предупредил. Какие люди. Опа. Хорошо выспался. Ничего не болит? Нормально. К чему это все? Значит так. Сюрприз есть для тебя. Чтобы мы с ребятами руки не морали, поработаешь на нас. Будешь теперь отрабатывать свою жизнь. Не так далеко от бункера потерпел крушение конвой. Этой информации тебе хватит. Меньше знаешь, крепче спишь. Сейчас ты с моими бойцами отправишься на место падения и вытащишь оттуда все ценное и вернешься. Если будут живые, приводи сюда в целости и сохранности. Тебе все ясно? Куда же яснее это? Стой, тебя еще никто не отпускал. У меня тут подарок для тебя. Это, конечно, не предложение руки и сердца, но тоже атрибут верности. Вздумаешь сотворить какую-нибудь хуйню, взлетишь на воздух. Потом по всей зоне не соберешь. Хе-хе-хе-хе. И собирать будет некому. Буду откровенен. Идешь как пушечное мясо на случай всех бед человеческих. Жаль ребят только, что пойдут с тобой. Спасибо за такой щедрый подарок. Я пошел. Пиздец, а меня не жалко типа? Нет, не жалко. Так, айтит нам куда? Потерпел крушение конвой. И че? Айтит куда мне? Может с тобой как надо поговорить? А ты кто такой вообще? Слушай, это спасибо. Я всегда думал, что попадя в такую ситуацию, все оборнется не так. Да не за что. Ты сам пойми. Мы же не все тут поголовно звери. Мы же тоже люди. Я же надеюсь, этот разговор останется между нами. Конечно. А как ты тут вообще оказался-то? Как и большинство. Наебали меня как лоха. Сказали, что будем сидеть на блокпосте, консервы жрать, да людей не впускать. Денег наобещали страховку, пенсию. Обещали не жизнь, а малину после окончания контракта. А на деле? Да-ка на деле мы тут сидим, мрем ежедневно, как мухи. До окончания долбанного контракта вообще мало кто доживает. Ну и сам посуди, на кой хер оно тогда нам? Нахер нужна та пенсия, если ты попросту не доживаешь до нее? Сдохнешь, родичи пробухают всю твою страховку, и все про тебя забудут. По телеку показывают то, как хорошо в стране, и никто даже не догадывается, какой же трындец тут творится. А эти суки штабные, сидят в жопу у себя в кабинетах, греют, да ордена с баблом рубят на наших смертях. Ладно, понесло меня что-то. Сам-то ты как? Выглядишь уже лучше. Да, много лучше. А что ты думаешь о капитане? Он же, как я у вас понял, главный. Ничего плохого. Нормальный мужик и прикрытие научить может. Ты не смотри, что он как такового выбора тебе не дал, не его прихоть. Он же, грубо говоря, марионетка в руках людей. С выше. Ладно, Влад, мне пора. Скоро проверка будет, застукают. Херово будет. Бывай. Давай. И вот я на поверхности, кстати. И тут довольно-таки красиво. А вот и ты! Мы тебя уже заждались. Отправляемся по моей команде. Есть вопросы? Вопросов нет. Вот отлично, держись рядом. Что? Рядом? Так, осмотреть БТР. Что? В общем, друзья, на этом всё. Вот такой вот, собственно, коротенький билд. Сегодня мы с вами поиграли. На самом деле, я хотел уже заканчивать, чтобы в следующий раз как-то это пройти. Но на этом оказалось действительно всё. Билд мы с вами прошли. Оказался, в принципе, он нормальным. Но сюжетик, мне кажется, готовился к каким-то прям мега крутым. Задумка интересная. Графика, самая главная локация. Всё это есть. И очень и очень жаль, что сталкерский моддинг потерял такой очень принципиальный проект. Так, ну давайте, наверное, демо-рекордом полетаем по данной локации. Я не знаю, что ты ещё можешь делать. Вот такой вот камень преткновения вышел сейчас. К сожалению, из-за внутренних разногласий каких-то там или из-за чего-то личного, скажем так, разработчики завершают работу над данным проектом. Это очень печально, я ещё раз повторюсь. Но, друзья, в принципе, если вы хотите, чтобы я прошёл камень преткновения проока, который доделан, который, в принципе, выполнен так же неплохо, то ставьте, ребят, лайк, пишите об этом, пожалуйста, в комментарии. И если будет много-много лайков, то я обязательно, как минимум, начну проходить камень преткновения проока. Может быть, даже его как-нибудь закончу. Потому что я в моды редко заканчиваю проходить. Ну что ж, с вами был, в принципе, Голдман. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии о том, продолжить ли мне проходить, начать ли мне проходить камень преткновения проока, если у вас есть желание посмотреть прохождение от моего лица. Ну, это был просто камень преткновения, билд 18. Всего вам доброго, друзья, и до скорых встреч Луемся, ребята, на просторах зоны Пока